добрый день ну что ж давайте посмотрим что у нас происходило сегодня на валютном рынке тем более что скажем так мы наблюдали и наблюдаем по сей момент не самую типичную и привычную картину рынок пошел в разные стороны в разнос туда-сюда как говорится а достаточно посмотреть на единую европейскую валюту который банально стоит на месте и масштабы и и колебания внутри дня довольно скромны и фунт который поначалу вроде бы начал относительно скромно расти а потом как-то все уверен и уверен и продолжают невзирая ни на что ну или например российский рубль который по большей части ведется примерно так же как и евро грубо говоря стоит на месте но есть некая тенденция какая-то вот как мечта тянется к тому чтобы укрепиться хоть немного но получается довольно скромно все это момент так что же такое у нас здесь творится если мы посмотрим на евро и увидим что он он стоит на месте возникает вопрос а а чем же тогда закончились за закончилось заседание ецб но что сказать с одной стороны конечно же был преподнесен некий сюрприз потому что ецб сократил объем программа количества смягчения с 80 до 60 миллиардов евро и одно это должно было уже всех вот кинуть туда-сюда в разные стороны в первую очередь конечно же сторону укрепления евро но она сама но это потом поначалу конечно же все таки сторону его ослабления потому что решение вроде как неожиданно необычно книг никто не был готов были какие-то слухи ну и все но фокус весь в том что ецб как и фрс прекрасно понимает последствия своих действий их влияние на рынке это что через рынки это можно оказать серьезнейшее влияние в первую очередь деструктивное влияние на реальный сектор экономики поэтому с бухты барахты взять взять и принять такое решение ецб не мог поэтому кроме того что был сокращен объем программы количеством печени в месячном выражении то есть каждый месяц объем покупок будет сокращен до 60 миллиардов евро продлен срок действия и судя по всему программа продлится до конца 2023 года ну это прекрасно то есть грубо говоря все осталось так как было ничего не поменялось мы встали то есть каком-то напряжении с одной стороны если ничего не меняется то это же негативный сценарий для европы ецб продолжает заниматься русиную позицию скорее надо рассуждать о снижении единой европейской валюты но мы этого не видим почему да потому что вот этот комплекс мероприятия который продел европейский центральный банк по сути дела в некоторой степени говорит рынку является посланием на рынка следующего содержания мы можем предпринять некие шаги по исправлению ситуации и ужесточению монетарной политики пока мы этого не делаем но мы этими действиями намекаем что можем но вести себя как слов посудной лавке тоже никто не будет и вот такая ситуация вроде как ничего не поменялось но вроде как есть сигнал тому что может что-то поменяться но никаких заявлений тоже нет и действительно как перепутье то есть а куда нам налево направо вот вот что нам делать как быть и вот это смятение а она как раз и остановил единую европейскую валюту она практически замерла на месте вот примерно такое объяснение касательно именно евро тогда вопрос а что же происходит с фунтом ну сейчас активно пытаются обсуждаться тема какой-то очередного всплеска педагогической ситуации в европе особенно великобритании туда-сюда и так далее вновь поднимается тема относительно в потенциального референдума в шотландии об отсоединении от соединенного королевства и тому подобное то есть все нужно эти спекуляции идут педагогическая ситуация она вот какая была такая и есть на самом деле то есть сейчас не ничего сверхъестественного не происходит да будет какие-то всплески но тут же это сходит на нет достаточно быстро программа вакцинации по всему миру не по всему миру конечно относительно развитых странах хотя бы да и тем более в разных странах идет своим чередом то есть ничего сверхъестественного не происходит тут скорее всего сейчас будет активно муссироваться одна из этих двух тем либо с референдумом в шотландии либо с коронавирусом но я обратил внимание на то что начал расти с самого утра он рос 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 еще до каких-то публикаций относительно как коронавирусов так и референдумов шотландии они стали появляться уже где-то вот в районе полудня в ранее обеда процесс начался раньше по всей видимости здесь происходит банальная спекуляция а скорее всего это даже вообще человеческая ошибка то есть кто-то начал совершать покупки этот кто-то оказался достаточно крупным и он случайно ненароком на открытие спровоцировал панику и все остальные побежали за ними тем самым мы видим дальнейшее инерционное движение сторону роста фунта уже в некоторой степени даже практически бесконтрольно как будут развиваться события по фунту после этого естественно что те кто участвовал непосредственно в покупках возможно они не стратегические цели им по всей видимости наплевать на то как какой будет курс фунт а вот те спекулянта когда вы первым побежали за ними что с ними правильно не сейчас увидят что цена дальше шла наверх и еще продолжает идти дождутся какого-то неплохого уровня и на начнут закрывать эти короткие позиции точнее краткосрочные позиции будем более правильно говорить соответственно уже скором времени фунт должен будет развернуться возможно мы это увидим даже сегодня еще раз говорю учитывая что информация какая-то ну скажем тогда из разряда натягивания совы на глобус по всей видимости действительно я недалек от истины это сугубо спекулятивное движение за которым ничего не стоит в скором время будет стремительный возврат предыдущим значениям вот такая вот ситуация ну а с рублем тут он в некоторой степени повторяет поведение евро то есть не отрывается от общей тенденции на валютном рынке хотя есть опять же говорю такая вялая слабая тенденция на рост рубля но она довольно таки тоже может легко превратиться в определенную спекуляцию дело в том что вчера вечером были опубликованы данные по инфляции который выпуском так прогноза оправдались и инфляция ускорила шести с половиной до шести семи процентов это много действительно много все-таки чуть меньше может быть последние лет так шесть российская экономика живет в условиях инфляции ближе к пяти процентам и нынешний ее рост достаточно продолжительный устойчивый конечно же выводят ценовую ситуацию из равновесия и учитывая старый опыт относительно инфляции в нашей стране когда десятилетиями инфляция была выше десяти и двадцати процентов тут есть риск того что инфляция вновь выскочит за 10 процентов есть на ситуация крайне крайне неприятная и тревожная но это полбеды дело в том что подобный рост инфляции практически снимает любые сомнения относительно того что завтра банк россии в очередной раз повысит ключевую ставку по самым скромным оценкам нам бы повышен до шести семидесяти пяти процентов есть вероятность даже что уже и семь процентов но хочется надеяться что все-таки повысит по минимуму до шести семидесяти пяти но это тоже уже так себе это в лучшем случае как говорится а дело в том что российская экономика все-таки чувствует себя не настолько хорошо как американской на данный момент то есть темпы восстановления темпы роста всевозможных секторов экономики они а довольно скромны б явно неустойчиво и в этой ситуации продолжать ужесточать монетарную политику это по сути дела забивать гвозди в крышку гроба чем банк россии не первый месяц упорно занимается что же это печальная весть и соответственно для рубля ничего хорошего это собой не несет то есть мы уже по всей видимости завтра после заседания все-таки будем наблюдать некий ну поначалу скорее всего рост рубля потому что тут сначала сработать о повысили ставку доходность of a сейчас вырастет а потом потому что для экономики не очень хорошо и мы все-таки начнем терять позиции то есть перспектива не самое приятное ну что еще у нас здесь из макроэкономических показатель можно затронуть первичные повторные заявки на пособие на пособие по безработице они вышли чуть-чуть хуже ожиданий очень первичные вышли лучше на 26000 а вот повторно это вышли на 40000 больше то есть хуже соответственно вот так себе то есть легкий негативчик есть в этих данных но изменение столь несущественное тем более что одновременно весь этим происходил пресс-конференция кристин лагарту соответственно рынок на эти данные вообще не смотрю и проигнорировали а вот завтрашние данные по ценам производителей штата проигнорировать никому не удастся кстати возможно именно эти данные сломят некую тенденцию на укрепление доллара который длится скажем так с начала сентября практически почему индекс цен производителя должен вырасти 7 8 до 8 3 процентов это опережающий показатель для инфляции следовательно инфляция продолжит расти она и так очень высокая там больше пяти процентов что и под шесть процентов расти что ли ну извините соединенные штаты ну как минимум с восьмидесятых точно ничего подобного не видели то есть уже почти как лет сорок да то есть это очень-очень много соответственно это тоже будет негативный фактор потому что сейчас инфляция понятное дело что да уже центральные банки будут ужесточать монетарную политику поэтому дальнейший рост инфляции он просто никак не повлияет на этот процесс но то что рост цен бесконтрольный может оказать разрушительный эффект для экономики никаких сомнений вообще нет соответственно как бы мы имеем не очень хорошие перспективы для американской экономики что и будет давить на доллар по крайней мере завтра ну в отношении евро а вот фунт уже сегодня полетел поэтому даже если завтра начнется какая-то фиксация и закрытие всех вот этих вот позиций которые наплодили сегодня то как раз индекс м-производители может ну если так вот совпадет по времени может остановить этот процесс и позволить фунту консолидироваться в этих значений но это маловероятно скорее всего разворот начнется либо уже сегодня под вечер либо на азиатской сессии то есть задолго до того как будут публиковаться американские данные сходим вниз а потом уже американские данные позволят немного все таки подрасти фунту после чего после этого вот такие вот дела на валютном рынке теперь переходим к фондовому рынку к индексу мосбиржи ну что ж мы ушли ниже 4000 другое дело что очень вяло слабо как-то и даже была попытка после пробития этого уровня вниз вновь подскочить вверх то есть как бы ну все мы отметились да мы по технике все сделали нет 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 тут все-таки мы должны сходить действительно ниже я все еще вижу ориентир 3950 туда после этого все-таки уже новая волна роста может быть даже при худшем сочинении состоится до 3925 но это крайне маловероятно скорее всего 3950 затем возобладают те же самые силы которые постоянно толкали индекс мосбиржи в течение этих месяцев вверх и мы вдвинем вверх и вопрос здесь у нас уже по высшей части такой возникает успеем ли мы достичь отметки 4100 пунктов до закрытия финансового года в соединенных штатах и заседания фрс если да туда то тут есть вероятность того что последующее падение рубля под конец месяца все-таки не уйдет ниже там отметки там не знаю 3850 но это чисто уже таких математические пример прикидки получаются но в любом случае процесс будет вяло текущим длительным месяц в плане роста поэтому я все-таки думаю что 4100 пунктов это уже после ожидаемого легкого обвала на фондовых рынках уже после этого причем достаточно быстро и стремительно долетим до токи 4100 но сначала надо будет сходить сильно вниз ну чтож вот такие вот у нас получается дела на это у меня на сегодня в общем то все завтра будем смотреть в первую очередь а на решение банка россии б на цены производителей в соединенных штатах решение банка россии конечно будет только на рубль а вот и цены производителей на весь валютный рынок в целом так что на этом я с вами прощаюсь желаю вам всем удачи и до новых встреч